Масей читается обычно вместе с главой Матод, потому что они имеют сходные по своему значению идеи. Вот поэтому это уже конец, да? Начинается, значит, с 33 главы 1 стиха и до конца книги чисел. И Гафтара, Иеремия, 2 глава, с 4 по 28 стих, и 3 и 4 главы, значит, по, с 3, дробь 4, тире 4, дробь 1, 2. Иерсифарды, Иеремия, 2, дробь 4, тире 28, и 4, дробь 1, тире 2. И эта глава, она продолжает, да, продолжает идеи предыдущей главы. Она, как бы, является заключающей главой книги Бемидбар и рассказывает о дальнейших вещах, которые происходить должны при переходе через пустыню в Эритс, Исраэль. Значит, здесь начинается с перечня стоянок, устроенных при блуждании в пустыне, и в этом отношении она очень похожа на главу 2 Рим, потому что, как бы заканчивается, чем заканчивается, тем начинается следующая книга. Но также здесь о необходимости закону при вступлении в Эритс Кракнан, в частности, указания о разделе страны, о необходимости уничтожить всех туземных идолов, о выделении определенных городов. Эти были города-убежища, а также города для рассеяния евреев из колена Леви. В целом, городов-убежища, как вы знаете, было меньше, а для колена Леви 48 городов. И 6 городов-укрытий, они ходили в состав вот этих 48 городов. И заканчивается такой галактической вещью, как необходимость рассудить требования дочерей Славхада, которые остались без земли после смерти отца. И по началу своей массы, то есть переходы, переходы рассказываются о тех местах стоянок Израиля. Мы немножко поговорим об этом в книге Бе-Медбар, потому что там эти стоянки тоже похожи, и они перечисляются. Больше мы уделим городам-убежищем. Что такое города-убежищем? Видите, у евреев не было палачей, не было судебных исполнителей таких, которые осуществляли свертную казнь. Правда? И поэтому кто должен был казнить преступника? Значит, сам человек, да? Он должен был сам пойти, закидать себе камнями. Правильно. Если вот, допустим, обнаружили ведьму, допустим, или человека, которого нужно было там побить камнями, да, или казнить, то казнь осуществляли, прежде чем свидетели, да? Почему? Потому что если эти свидетели свидетели правильно, крови на них нет, да? Но если эти свидетели свидетели неправильны, что с ними нужно было сделать? То же самое, что сделали они с этим человеком. Но если свертая казнь, да, то для того, чтобы осуществлялась правильно месть, да, должен был выделен кто-то мститель. И эта тоже месть не была такая, как вот есть типа кровная месть, которую вендетта уничтожали целые роды. Такого не было. Кровная месть тоже должна была осуществляться по указанию суда. Но этот мститель, он являлся убийцей. Нет. Он должен был осуществить просто решение суда. Но бывают случаи, когда человеку хочется отомстить за своих умерших родителей, или мужа за жену, или жена за мужа, допустим, или за брата и так далее. Но второй человек не настолько виноват, что он заслуживает смерти. То что нужно было сделать с этим человеком? Этот человек должен был находиться в городе убежище. Если он выходил из города убежище, значит, на две тысячи локтей, это сколько локоть, примерно полметра, это, значит, тысяча метров. Тысяча метров – это субботний путь. Если он за пределы субботнего пути, то он уже выходил за пределы благодати. То есть он мог находиться в городе, либо в расстоянии километра от города. Если он выходил из этой благодати, и были такие случаи, помните, это уже при Соломоне, когда один человек, у которого должна была существоваться эта казнь, он вышел за пределы. И что с ним случилось? Его убили. Правда, его спровоцировали выйти за пределы, но если бы он был умным человеком, он бы такого не сделал. То есть это учит нас, что есть определенные места, которые являются убежищем. И если каждая колена Израиля получила свой удел земли, то Левиим, они получили только города. Из них были города-убежища, которые невольные убийцы могли укрыться от мести родственников. Хорошо. И были выделены лидеры, которые будут участвовать в разделе этой страны. Еще раздел пока не происходил. Правда? И если какие-то происходят нарушения закону, и не наказывается убийца, это что будет? Осквернение земли. А если убийца неизвестен, то суд предостояется Господу. Но бывают еще такие случаи, когда люди повинны убийстве косвенно. Допустим, они не оказали путнику помощи. И этот путник, значит, он не остановился в городе, а погиб где-то за стенами города. Вы знаете, что ночью разбойники могли убить этого человека. Если старейшины города не были виноваты в этом, то они что делали? Делали специальную процедуру, которая называется умыть руки. Они умывали руки. Это нечто подобное. Сделал полный эпилат, хотя он совершенно употребил это в другом контексте, и он, в принципе, не имел права, как нееврей, делать такую процедуру. Если люди оказываются неповинными в крови этого человека, ну, допустим, он не захотел ночевать, и сам пошел в логово разбойников, как говорится. Ну, это его личное дело. Но если люди ответственны были, значит, в данном случае наказание могло быть на весь город. И поэтому сказано в числе 35 глава 33 стих «Ве ло тахани фу эт ха арец», что означает «не оскверняй земли, в которой вы будете жить». Но еще интересно, что можно перевести это, как «не льстите земле». Интересно, да? «Не льстите земле». Что же означает «не льстите земле»? Когда мы хотим переехать в какую-то землю, мы рисуем ее себе в розовых тонах. Вы знаете, что я вам рассказывал о стадиях умирания, да? Да, стадии адаптации земли Израиля, тоже похожи на эти стадии. То есть сначала человек в какой-то эйфории пребывает, да? Он думает, но со мной это никогда не случится. Да. Вот так и это. Он пребывает в землю Израиля, да? Он что? Начинает «вот так, все, хорошо». Потом он встречается с действительностью. А если кто-то думает поехать в Израиль и подумает, что это там ему будет легко и хорошо, он очень сильно ошибается, да? Да. Потом он начинает пребывать в страшном огорчении. Он начинает проклинать Бога. Он начинает проклинать себя, да? И в конечном счете он смиряется и уже адаптируется к той земле, в которой он находится. И вот эту заповедь можно понять в таком смысле. Не льстить, не рисовать себя в розовых тонах. А с другой стороны, не осквернять ее, не воображать себе неким чудовищем. Не впадать в иллюзии преувеличения. Вы просто должны знать, вот она, эта земля. Это единственная наша земля. Это единственное еврейское государство, которое у нас есть. И оно не совсем плохое и не совсем хорошее. Но и того, и другого в этой стране предостаточно. Интересно, когда говорится о достоинствах земли, что земля текущая молоком и бедом, то ничего не говорится в обещании про отцам. И никаких подобных выражений нет в земле Берешит. Я в книге Берешит, да? В книге Берешит, когда земля обещана про отцам, не сказано, что она текущая, медом и молоком. Почему? Эти люди не получили обещанную. Потому что эти люди жили в земле своей, как в чужой. Да? Эта мысль очень хорошо показана в какой книге? К евреям, да? Да, в Новом Завете книги к евреям. Правда? Хорошо. То есть, смотрите, она не называется землей, текущей молоком и бедом. Авраам получает землю совсем не для того, чтобы укушать ее плоды и насыщаться от ее изобилия. А напротив, в жизни каждого из наших праотцов были периоды, когда в земле Израиля был голод. И они должны были выдержать это испытание. Авраам часто выходил из нее тоже два раза, но сразу возвращался, вкусив заграничные жизни. И хотя Яков вышел из земли, да, но посмертно он тоже в эту землю вернулся. Итак, чему это может нас научить? Вот то, что сказано в числе 35-й ла, 33-й стих. Там сказано, не скверняйте землю, но с другой стороны, можно перевести как не льстите земле. И чему это нас учит? Если влюбленный вступает в отношения брачного союза с реальным человеком, а не со своей мечтой, то это создает припосылки к краху супружества. Если верующий становится не членом реального такого воображаемого общества, а реальной церкви, то он будет искать чего-то другого. Если член церкви верит словам пастора, как словам Бога, а потом узнает что-то, что нарушает его идеал, то горе этого верующего. Потому что Бог реален и требует от нас не эмоций, а трезвой оценки. И мы тогда не будем льстить земле, которую дает нам Бог. И не придется осквернять ее. Хорошая мысль. Правда? Если мы не льстим своему будущему супругу, нам не придется ее осквернять. И так далее. То же самое относится к пастору, к общине, к любому месту, которое ставит нас Господь. Хорошо. Вот еще интересно. Из бесед Реби. Тогда евреи шли по выжженной скалистой безлюдной степи. Но в нашей жизни этот путь скорее напоминает лестницу, где каждая новая ступень выше предыдущей. Каждый новый этап на этом пути – это очередной исход, когда еврей преодолевает себя, свою ограниченность, свой Египет, выходит на новый рубеж, который для него становится очередным достижением, желаемым с целью. Можно сказать, на какое-то время он достигает доброй и просторной земли. Но только на время, пока он не почувствует ограниченность своего нового состояния и извечное стремление еврейской души к святости и совершенству. И снова он идет к следующему переходу. Вот так можно духовно определить путь. Те переходы, которые совершал Израиль. Те переходы, стоянки Израиля. Часто евреи, уже много достигнув жизни, решают, что можно остановиться и передохнуть, ведь он уже далеко ушел вперед. Однако он должен знать, что евреи, в отличие от ангелов, это постоянно ищущее существо. Ангелы называются стоящими, потому что, будучи существами совершенными, они не способны к духовному росту. Но для еврея стремление к большей святости – это потребность и необходимость. Мы должны двигаться по этому пути, пока мы снова не придем в наш Иорден Ерихо. Ирихон Иорданский – полному и окончательному избавлению. То есть, евреи проходили определенные пути, определенные стоянки, и каждая стоянка имела свое название и имела свое значение. Я еще раз говорю, чтобы не повторяться, я это расскажу в главе следующей, которая начинается, будет новая книга. Но сейчас можно сказать так, что было у евреев 42 похода. 42 похода. Из них 14 походов были в тот год, когда они шли с радостью и воодушевлением в свою обетованную землю. А 8 походов было в 40-м году, уже после смерти Аарона. Всего за два года, первый и сороковой год, было 22 похода. А на все оставшиеся 38 лет остается 20. Больше всего евреи пробыли в месте, которое называется Кадеш. От слова Кадеш – это что? Святость. Место святости. Они там пробыли 19 лет. И на оставшиеся другие 19 лет остается 19 походов. То есть, да, первый и последний год, они совершили 22 похода. А на оставшееся время 38 лет, 20 походов. Но евреи пробыли 19 лет в одном месте, а оставшиеся 19 лет приходится 19 походов. То есть, почти 20 лет они простояли в одном месте. И каждый год они переселялись на другое место. Рабе Маше бен Маймон Рамбам в книге Маре и Невухим говорит следующее. Бог делает так, чтобы его чудеса не забывались. Память он сделал своими чудесами. Пройдут тысячелетия, и люди много забудут. И будут думать, но ничего особенного не произошло. Можно было жить в пустыне Синай 40 лет. Но Бог позаботился о том, чтобы эта пустыня и эти места сохранялись в таком же виде, как были 3300 лет назад. Во время Шестидневной войны советские газеты писали, что египетские солдаты, оторвавшись от своих частей, были обречены на смерть, где нет ни тени, и солнце безжалостно печет. Видный советский дипломат Майский говорил, проезжая Синай, я смотрел слова «Великая и страшная пустыня». Ведь я бывал в пустынах в Союзе, Каракум и других, но такого не видел, как будто я прохожу по раскаленной печи. Из 42 мест, в которых евреи побывали за годы странствий, многие места забылись, но многие известны, и их имена до сих пор сохраняются. И вы помним, что гора Синай находится где? На Аравийском полуострове. И пустыня Син, вот это юг Аравийского полуострова, и Синай, это считается одним из самых засушливых мест на земле. Самое засушливое это место пустыни Гоби, да? И второе по своей значению это пустыня Син. Итак, что же мы можем поговорить еще об убийствах и убийцах? Говори следам Израиля и скажи им, когда вы перейдете через Иордан, в страну Хнаан, то назначьте себе города, города-убежища будут для вас, и убежит туда убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас эти города убежищем от мстителя, и не умрет убивший, пока не предстанет перед общиной на суд. А города, которые дадите, шесть городов для убежища будут у вас. Три города дадите по побережью Восточного Иордана, и три города дадите в стране Хнаан. Какой же критерий для убийства? Вы помните, что есть преднамеренное убийство, да, и убийство по ошибке, а есть несчастный случай. Если железным предметом он ударил, и тот умер, убийца умер, шлен, должен быть. Или камнем в руке, который можно убить, он его ударил, и тот умер, убийца умер, шлен, должен быть. Или деревянным предметом, который можно убить, ударил его, и тот умер, убийца умер, шлен, должен быть. А если нечаянно, без вражды, он его толкнул или бросил в него какой-то предмет без умысла, а он ему не враг и не желал ему зла, возвратит его общину в город-убежище, куда он убежал, и будет находиться там до смерти первого священника. В других периодах великого священника. Какого священника? Священника Каген-Гагадоль. Или какого еще, говорят, священника? Помазанного священника. Помните, мы говорили в книге Левит, впервые Каген-Гагадоль называется Машех, то есть помазанного. До смерти помазанного священника. Это я вам прочел, выдержки из Бемидбар, 35 глава, с 10 по 28 стих. Итак, видите, города-убежище. Если человек взял железный предмет, много ли тогда железа было в Израиле? Для чего железо употреблялось тогда? Оружие делать. Помните, храм использовали медные инструменты для того, чтобы железо не прикасалось. Железо тогда было дорогое, и из железа делалось только оружие. Значит, если говорится о железном предмете, то когда человек берет не какой-то бытовой серф, а специальный нож, кинжал или меч, то здесь явно говорится о каком предумышленном убийстве. Правда? Да. Дальше, значит, камнем в руке, который можно убить, ударил. И, значит, камень может быть какой? Он может быть в состоянии аффекта. Можно человек схватить камень и ударить? Значит, тут нужно уже делать развлечение, да? Да. Или деревянным предметом, которым можно убить, дубинка. Ударил его, и тот умер. Если это было преднамеренно, да, то убийца, да, бейсбольную битву взял и по голове. Правильно. И убийца должен быть умершлен. Но если нечаянно, без нужды, да, то он не виноват. Но все равно он остается виноватым. Правда? Почему? Потому что, допустим, если у человека был топор какой-то и слетел с топора в топорище, да, или он каким-то образом нарушал технику безопасности, то он является виновным. Почему? В чем его вина? Он знал, что может это произойти, да? Вот. И в этом случае, если его предупреждали, а он все равно это сделал, он все равно является как убийца. Вот, допустим, вы едете на машине без тормозов, да, но вы не знаете, что машина без тормозов, да? Или она сломалась где-то по дороге, или вам кто-то такую машину посунул с тех станций. И вы за доверие человека. Вы виноваты? Но все равно вы как за неумышленное убийство, да, потому что вы или вы обязаны проверить эти тормоза, или доводить машину до такого состояния. Но если вам говорили, что эта машина без тормозов, или не садись пьяным за руль, и вы убили человека, то что? Это уже то же самое, что и злоумышленное. Потому что вы, как говорят, не просто допустили халатность, да, а вы допустили преступную халатность. Поэтому убийство преднамеренное, когда человек совершает преступление, убийство сознательно, и к этому же относится доведение до самоубийства, или провоцирование убийства. Например, шантаж. Да? Скажите, шантажист, если он спровоцировал убийство себя, виновен он? Правда? То есть шантаж. Значит, записывайте. Преднамеренное убийство. Когда человек совершает преступление, убийство сознательно. А также доведение до самоубийства. Если вы кого-то довели до самоубийства, тут самоубийца не виновата. Поэтому очень редко в еврейской традиции человека объявляют самоубийцей. Даже если его нашли в вещащем в петле, или, допустим, с камнем на шее в пруду, то не является самоубийцей. Это если уже доказано, что он говорит, я хочу покончить жизнь самоубийцем. И у него не было таких причин, да, чтобы сделать это. И ему говорят, ну ты, пожалуйста, не вешайся. Нет, я пойду вешаюсь. А потом он пошел и повесился. И при этом два свидетеля видели, как он вешался. И не оказали ему помощь, то тогда точно он 100% самоубийц. Вы понимаете? А если не оказали помощь, то они убийцы. Получается. Итак, когда человек совершает преступление, убийство, а также доведение до самоубийства и провоцирование убийства. Например, шантаж. И оставление человека без помощи в опасной ситуации. Оставление человека без помощи, если, допустим, сбивает машина и уезжает водитель. В опасной ситуации. Непреднамеренное убийство. Непреднамеренное убийство. Когда убийца не собирался убивать, но сознательно себя поставил в ситуацию. Это я вам диктую. Значит, непреднамеренное убийство. Когда убийца не собирался убивать, но сознательно поставил себе в ситуацию, в которую убийство стало возможно. То есть, имел животное, которое могло убить человека, бодливый волк, агрессивная собака, неисправная машина, и он знал, что неисправны, и ввел машину в нетрезвом виде и так далее. И тут он тоже является как убийцей, правда? И убийство по ошибке, то есть, тот же несчастный случай, но, в принципе, несчастный случай можно всегда предотвратить. И такое убийство Тора называет убийством по небрежности. Помните, я говорил, заскочил в топор, но он не знал, что в топор можно заскочить. А если ему предупреждали об этом, то он является убийцей, как говорится, второй категории. Вот, такое убийство Тора называют также убийством по небрежности. И вообще, вы знаете, что каждый подвиг есть результат чьей-то небрежности. Да? В жизни всегда есть место подвига, потому что в жизни всегда есть разильдяи. Хорошо. И поэтому есть такая заповедь. Да, не умрет убийца, пока не предстанет перед общиной на суд. То есть, запрещено всякое линчевание, самосуд и прочие вещи, как бывает в толпе. Знаете, сейчас мы пойдем эту ведьму убьем там или кого-то, кидать камнями, да, закидаем ее и так далее. По сути дела, то, что мы могли видеть, вот, когда вели женщину и еще сказал, что отпустил ее, да, это можно было назвать самосуд? Да, вела толпа, пусть даже под руководством определенных равенов. Однако они не имели права судить, потому что не были соблюдены определенные законы. Видите, то, что называется сейчас римским правом, оно вовсе не римское. Римское право – это ряд документов, примерно принятых с 550 по 565 год нашей эры. Рим был разрушен до 500 года, я не помню, примерно в 493 или 495 году. То есть, к Риму оно никакое отношение не имело. Это восточно-римское право, константинопольское. И в основе этого права, это 50 больших томов, которые были составлены за 15 лет, был такой Прокопий. И как вы думаете, откуда? Из Израиля, совершенно верно, из Кесарии. Он был Прокопий, нет, извините, не Прокопий, Петр, Петр из Кесарии. Петр из Кесарии. Прокопий – это был летописец. Петр из Кесарии. Да? Петр из Кесарии. Так что, это было какое право? Еврейское. И все сейчас суды, они основываются на каком праве? На еврейском. Хотя называют его римским. Что вы понимаете. И видите, презумпция невиновности. То есть, если раньше суды считали человека виновным, и также при Сталине, да, если тебя уже посадили, так ты виновен. И ты должен доказать свою невиновность. То в действительности нужно доказать виновность этого человека. И еврейский суд, он не принимает такие случаи, когда человек оговаривает себя. Или признается. Да, вот у нас часто выбивает человека признание. Признание не является юридическим доказательством. Человек может признаться, либо его заставят признаться, либо в том случае, может быть, хочет выгородить сына своего, или жену свою, да, и так далее. Но нужно доказательство. И также жена не может свидетельствовать против мужа. Муж не может свидетельствовать против жены. То есть, запрещается свидетельство. И такое свидетельство не принимается. Даже если она хочет свидетельствовать, и даже она была подлинной. А также дети против родителей. И родители что? Против детей. Да? Кроме тех случаев, когда уже ребенок доказано, что он не слушался родителей и знает об этом вся община, да, помните? Родители подают суд на такого сына и с ним что-то дальше делают. Но сами они свидетелями против своих детей не являются. И тем более они могут дети подавать против родителей, правда? А то сейчас так, ты меня стукнешь, папа, я тебе такое сделаю, что от тебя 2 миллиона отпишут на меня. Да, вот подумай, дать мне мороженое или не дать мне мороженое после этого. Да, видите? То есть интересно, что не допускается как жестокость, но и не допускается излишнее милосердие. Излишнее милосердие. Потому что если мы оказываем милосердие убийцу, а он по закону Торы должен умереть, то ни за какие деньги, даже если согласны родственники, убитого нельзя заплатить, выкупить. Ни за какие деньги. Убийца должен быть наказан. Итак, нельзя оставлять живых убийцу, заслуживающую смерть по закону Торы. Даже если он до жертвенника коснется. Раньше считали, что жертвенник коснулся. Или вот храмы были в местном убежище. Помните? Раньше, если он добежал до какой-то храма, монастыря, значит, он уже считался спасенным. Но если человек подлежит высылке в городоубежище, то же нельзя брать деньги, чтобы освободить его от этого наказания. Почему? Потому что, говорит еврейская мудрость, если мы начнем освобождать убийц за деньги, или по политическим расчетам, то мир встажит хуже Содома и Гаморы. Кто богаче и сильнее, будут безнаказаны. К сожалению, мы часто это видим. И адвокаты американские запускают очень большую ошибку, большую крайность. Когда преступников выпускают, или под залог, за деньги, или по такому специальному наущению адвоката, он дальше продолжает творить преступления. Таким образом, американское общество тоже будет разрушено, потому что оно станет хуже Содома и Гаморы. «Не делайте грешную землю, на которой вы, ибо кровь делает грешную землю, а земле не будет прощена за кровь, пролитую на ней, разве только кровью, пролившую его. Не оскверняйте землю, на которой вы живете, в которой я нахожусь, ибо я, Бог, нахожусь среди сынов Израиля». Это Бемидбар, 35 глава, 33-34 стих. Очень серьезный стих. Итак, наши мудрецы говорят, кто милосерден к жестоким, тот жесток к милосердным. Кто милосерден к жестоким, тот жесток к милосердным. Примером приводят царя Саула. Помните? Он сначала оказал милость и милосердие царю Агагу, а потом уничтожил целый город священников. То есть, тот, кто оказал милость жестоким, он оказал жестокость милосердным. Кто оставляет живых людей, совершив их стыднательное убийство, готовит новые убийства невинных людей. Мужчин, женщин, стариков и детей. А ведь Бог просит нас не делать этого. Как вы считаете, отмена смертной казни – это хорошо? Ну, видите, с одной стороны плохо, да? С другой стороны хорошо. Почему? Потому что, видите, нельзя оставлять бездоказанного преступника. Нельзя ему дарить жизнь. Но, с другой стороны, мы несовершенны. И наше правосудие несовершенно. Я вам рассказывал случай из моей жизни, когда одного человека судили за убийство своей дочери. Да? Вот. Значит, он просидел 7 лет, да, а потом приезжает эта дочка. Нет, ему дали 7 лет, а он просидел 4 года. Приезжает в лагерь эта дочка, которая узнала, что папочку посадили. За что? За ее убийство. Он на нее набросился, при этом видел все село. Ну, она гуляла где-то. Вот. Начал ее бить, она побежала и спрыгнула в речку с обрыва. Больше ее никто не видел. Потом, через какое-то время, находят труп. Девушки такого возраста, уже разложившиеся, определить невозможно. Это, знаете, сейчас показывают в фильмах, генетические экспертизы и так далее. Это настолько дорого стоит, что, естественно, такого не делалось. Это я знаю по личному примеру. У меня рассказывал помощник прокурора и следователь прокуратуры Великомихайловского района. Я в свое время с милицией имел очень хорошие отношения. Я вам рассказывал тогда. Вот выезжал освидетельствовать больных, этих не больных преступников. И если кого нужно, значит, в госпиталь, а не в тюрьму. Там первый авторитет. Воровской был у меня тоже лепший корош. Да, он мне тогда говорил, значит, ты, говорит, кого хочешь, вот мне назови, я тебе его убегу. У меня тогда был добрый человек. Это сейчас бы я ему сразу же такой бы список предоставил бы, конечно. А я это воспринимал как шутку. Хорошо. Так что, видите, она выплыла, ее никто не видел, да, нашли похожий труп, и его приговорили к смерти. То есть, в таком случае, помните, было, когда Чикатило, так несколько человек казнили, да, вместо него. Вот, конечно, в таком случае все-таки лучше по несовершенству можно делать. Но, по крайней мере, если приговорен к смертной казни, что нужно делать? Это быстро. Это нужно делать быстро. Хорошо. И о чем мы говорили? То, что преступник должен сидеть до смерти кого? Первосвященника. Потому что смерть первосвященника оказывается искупает, да, искупает. Смерть первосвященника, она оказывается искупает вину преступника. Очень интересно, да? Получается, да, что могла бы мать, допустим, молиться, вот, чтобы этот первосвященник побыстрее помер, и чтобы мой сыночек из города убежища вышел, правда? Убежище на еврите Миклад, и имеет тот же корень коллет, что коллекционировать. Современная клита, кассета, токлетор, CD-диск. А министерство абсорбции, тоже так называется, помните? То есть, города убежища были центром абсорбции нарушителей законов Торы и своего рода исправительными концентрационными лагерями. То есть, что концентрационный лагерь по-русски, что убежище на еврите, да, имеет один и тот же корень. Это были исправительные лагеря, но ничего общие, не имеющие с системой нацизма и коммунизма. Итак, первосвященник несет косвенную ответственность за совершенное другими убийство понебрежности. Очень удивительная вещь. А при чем же тут первосвященник, если даже он очень святой, да? А если допускают, что в народе недостаточная святость, то что он несет? Ответственность. Царь несет ответственность за весь народ? Да. И сверхосвященник тоже имеет ответственность за все. Поэтому неумышленные убийцы и их родственники, они иногда молились, да, чтобы первосвященник поскорее умер. И в этом было наказание первосвященнику, потому что его обязанность воспитывать в народе уважение к торе, к заповедям и человеческой жизни. И если хотя бы один еврей по неосмотрительности убил другого, то это показывает, что в народе уважение к жизни ближнего не распространено в достаточной мере. Поэтому первый священник несет косвенную ответственность за то, что хотя бы один человек понебрежности убил другого. И Тора подчеркивает эту ответственность. И кто взял на себя ответственность за весь мир и за преступления всего мира? Иешуа, Мессия, да? Он тот первый священник. И если мы в имя Божье, имя Господа крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен, сказано, да? И в деяниях та же самая мысль в четвертой главе. И да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебрежен вами строителями, да? Но сделавшийся главой угла и эвенпина, называется угла, да? И нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которое надлежало бы нам спастись. Когда однажды ко мне подошли свидетели Иеговы, а у них первый всегда вопрос, да? Вы знаете, каково имя Божие? Я выдал цитату из этого. Ну, не по своей мудрости, просто мне так вот в голову сразу оно пришло вам. Приходят мысли формы от Бога, правда? Слава Господу нашему. Ну что, делаем перерыв. Получается, что...